Около 70 спортсменов выступили на турнире по УШУ. Участников чемпионата Приморского края принял спорткомплекс «Локомотив». В соревновательную программу вошли комплексы в спортивном и традиционном направлениях. Мы кормим все те результаты, которые показывают на соревнованиях различного уровня. Я уверен, что и вы впредь будете достойны высоких традиций ставшего поколения. Мне бы хотелось поздравить всех вас с этим спортивным праздником, пожелать успеха и удачи, показать свое воспитательство. Спортивно УШУ или УШУ Таолу. Здесь участники соревнуются в выполнении комплексов упражнений. Состязания проходят в троеборье без оружия, с коротким оружием, мечом и с длинным копьем или палкой. В традиционном УШУ направлений намного больше всего. Участники выступали в шести категориях, и каждая включала несколько стилей. В гости с Владивостока Алексей Чигай показал комплекс движений в традиционном стиле Син-И, что в переводе означает «кулак направленной воли». Чтобы получить высший балл в этом стиле, необходимо сочетать внутреннюю наполненность с внешней красотой, считает Алексей. В традиционном УШУ самое сложное показать настоящий традиционный УШУ, потому что многие спортсмены просто исполняют красивые движения. Потому что современный УШУ сейчас доросло до такого уровня, что в основном оценивается красота, а наполненность она больше наигранная, чем настоящая. Светлана Паничкина выполнила свою программу в стиле Багуаджан или 8 ладоней. Комплекс движений требует от спортсмена повышенной пластики. Совмещать приходится грациозность и скорость. В этом же стиле выступила Юлия Маркова. Много шагов по кругу и вращение вокруг своей оси – еще одни отличительные особенности этого направления. Синтарьон для меня сложнее, потому что здесь столько не за себя отличаешь, а чтобы не выронить еще оружие дополнительное. Но тоже разные стили. Здесь разное приложение силы. То есть, допустим, без оружия я выполняла комплекс. Здесь нужна внутренняя энергия важна. Равных не было Уссурицу Евгению Мухачеву. Безукоризненно Женя выполнил мощное силовое направление Бадзим. Его элементы вошли в разные виды восточных единоборств. Уссуриц также выступил с программой в стиле Орла и Нджао. Здесь важна скорость, перепрыжки и много ударов ладонями. Эта программа длилась шести лет, когда я пошел на ушо. Чтобы добиться вот такого, это надо заниматься с детства. И были, конечно, периоды, когда ежедневные тренировки и сборы – это результат не какого-то года, это результат всей жизни, с шести лет до всего момента. Евгений Мухачев стал победителем в многоборье среди взрослых. В категории юноши золото завоевал Захар Селиванов. Уссурицкая команда стала первой в общекомандном зачете. Серебро у отделения Федерации УШУ Приморского края во Владивостоке. И бронзовые призеры – представители Федерации УШУ из краевой столицы.